Доброе утро! Снова предлагаю вам посмотреть, полюбоваться такими замечательными мини-мишными мини-буками для совсем малышек возраста от 0+. Примерно с двух месяцев, лучше, наверное, с трех. Там уже в зависимости от развития ребенка. Некоторые детки бывают такие активные, что уже в три, я не знаю, прикорм начинают кушать. И мини-буки, они, во-первых, очень приятная игрушка для самой мамы, они отвлекают малыша звуками, сенсорными элементами. Их можно подвешивать к мобилю и оставлять с малышом, он будет там перебираться, играться. Но все-таки я рекомендую всегда делать под присмотром. И мини-буки чем хороши? В том, что их можно, потому они и мини-буки, их можно брать с собой на прогулку, в больницу для стояния в очереди. И после больницы обеззараживать можно просто положив в морозилку, в пакет заворачивая или в морозилку, или у кого есть паровой утюг, паром обрабатывать. Вот, либо оставлять, к примеру, под солнцем открытым, да, чтобы если вдруг все вирусы ушли, либо под кварцевой лампой. Да, я перед тем, как отправляю, все обеззараживаю под кварцевой лампой. Итак, и третья функция мини-бука, это все-таки одна из основных для меня, как производителя, ну и она все-таки не первостепенная для самого малыша, это его развитие. Сейчас существует несколько теорий о том, что совершенно не обязательно развивать ребенка с самого рождения, к году он сам все научится, но, как показывает мой опыт материнства, все-таки дети, которые с детства вот работают и играют с различными материалами сенсорными, они все-таки намного раньше начинают говорить, распознавать предметы большое-маленькое, ну и потом, если мама активно занимается с малышом, то, как правило, к четырем годам уже дети знают алфавит. Это я сейчас говорю про обычных среднестатистических детей, не про вундеркиндов. К пяти годам уже начинают читать, можно их обучать чтению, считать, ну считать легче детям, чем читать. И уже к семи годам это полноценный готовый первоклассник. Это я говорю по своему ребенку старшему, с которым я занималась. А с младшим ребенком, у меня он очень активный, гиперактивный, книжки служили не для развития, а больше для успокоения, для отвлечения, для знакомства с прекрасными цветами. Я имею в виду, ну изучать цвета и счет мы с младшим сыном учились по книжкам, а вот уже читать, ему сейчас шесть, он еще пока у меня не читает. Хотя старший сын, он уже читал у меня, мы с ним учились пять с половиной, он уже букварь у меня изучил и начинал читать первые легкие книги небольшие, обязательно с иллюстрациями. Вот, это я говорю к тому, что все дети на самом деле разные и прямо вот чтобы заниматься-заниматься с ними, я сейчас, вот с первым я прям занималась-занималась, но он сам по себе был очень усидчивый мальчик. А вот с младшим я уже не стала заниматься, то есть я следила за тем, когда у него у самого будет в этом потребность. И сейчас он пока сам не попросится заниматься, я с ним не учусь, то есть не учу, не обучаю его. А играть мы играем, он мне помогает собирать книжки сейчас, ну вы даже видели, наверное, по моему каналу по ютубу, уже теперь там главный герой не Рома, а Ванечка. Вот, и Ваня у него немножко, по-моему, что-то с уздечкой, то есть мы пойдем к ортопеду в сентябре, да, и он посмотрит, он немножко у меня шепелявит, но при этом он очень мальчик умный и очень быстро соображает. То есть он сильно отличается у меня от старшего сына, старший сын очень умный, но соображает не так быстро, но зато безошибочно. А Ванька у меня, он соображает мгновенно, но допускает ошибки, потом сам их исправляет. То есть вот такие детки разные, и вот эти все книжечки развивающие, я все-таки смотрю на них как эстетическое развитие малыша, сенсорное обязательно, да. И плюсом еще для мамы, самое главное, это свободное время, свободное время и общение с малышом. Потому что, ну, вот так просто отдать, ну, свободное время, это когда малыш уже после знакомства с книжкой знает, что с ней делать, а первое время с малышом нужно играть и показывать. То есть просто так сразу вот наиграй, как телефон, да, это не получится, то есть нужно обязательно с ним пообщаться. Вот, спасибо большое за внимание, сегодня у меня вот такой не обзор книжки, а скорее краткий экскурс вообще, для чего это все нужно. И два милых мини-бучка у меня отправляются, этот отправляется в Москву, а этот отправляется ежик в Мурманск. Так, заказы я принимаю и заказы через WhatsApp оформляются в описании к видео, вот там я все это покажу. Все большое за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, расскажите мне про своих детей, сколько у вас их деток и отличаются ли они друг от друга. Правда, мне очень интересно с вами пообщаться, потому что я YouTube канал как-то использую больше для показа своих работ, но у него ведь тоже есть функция, это общение и знакомство, поэтому мне будет интересно. Пишите в комментариях, как давно вы наблюдаете за мной, что вам интересно, что бы вы хотели видеть на канале. Еще мне очень интересно, сколько у вас деток и отличаются ли они друг от друга, потому что у меня это как абсолютно, как небо и земля, Ваня и Рома, и к каждому из них свой подход. А вообще я уже 10 лет шью и начала шить книжки как раз будучи беременной Ромой, старшим сыном, ему сейчас 8 лет, а 6 апреля будет уже 9, то есть, ну, уже 9 лет. Он учится во втором классе, отличник, а Ваня, он больше такой физический, спортивный, очень находчивый, очень быстро логически соображает, ну, допускает вообще очень много косяков, таких ошибок. То есть, мне очень сложно ему доверять какие-то самостоятельные работы, даже в плане уборки, пылесоса, то есть, я всегда на чеку его контролирую. А Рома, я ему могу просто дать задание, и он сам решает. Вот, и Ваня у меня пойдет в школу через год. И вот я бы хотела послушать советы от опытных мам, как вы вот справлялись с гиперактивным ребенком в школе, то есть, какие есть хитрости, потому что я вообще очень строгая мама, и я могу наломать дров, правда. Поэтому советы я с удовольствием принимаю и слушаю. Я могу налывать дров в плане того, что заставлять его прямо доделывать. Я такой недоперфекционист, конечно, но перфекционист. И я люблю, чтобы работа была сделана качественно. А Ваня, он, ему вообще все равно. То есть, он делает работу, он кайфует от процесса. Как правило, очень редко что-то завершает. И я думаю, что делать домашку с ним будет сложно. Но у меня есть еще год, может быть, что-то изменится. Я, мама, прокачаю уровень своего принятия доверия, стресса, устойчивости. Вот такое вот необычное видео сегодня у меня. Спасибо большое. Правда, я с мною всех люблю, обнимаю. Вы очень поддерживаете меня, вдохновляете все ваши комментарии. Всего хорошего. С наступившей весной. Спасибо.